МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельская лыжня собрала аматоров зимовых видов спорта зусей в области. Пандемия сдає позиции. Те, гэта, саправды так, наши корреспонденты запытали у намесника начальника головного управления ховы здоровья облвыканкама Михаила Змушко. А зараз об этом и іншим больше подробязна. Уборка снега, якость спятной воды, будовництва парковки в Новобелецком районе, рух автобусов и работа громадских приемных. Старшиня Гомельского облвыканкама сёння провел прямую телефонную линию. За три годины поступила больше за сорок зворотов. Дмитрий Котов с подробязностями. Частка зворотов подчас промой линии от жихаров Гомеля. Яны тычались у приватности сферы жильёва-коммунальной господарки. Потелефоновал мужчина, який проживая по Рыческим проспекте. У студене гэтага года распочалися проблемы с гарачей водой. Спочатку яна отсутничала тыдень. Раз месяц ситуация повторилась. Старшиня Абалвыканкама, Геннадь Соловей, одразу даёт доручение. Проблему необходимо вырешить у самые короткие термины. Нет горячей воды. То там было в январе месяц, и сейчас 11.02 вообще нет воды. То идёт тёпленько, то вообще никак. То говорит, насос горел на ЦПТ, поэтому сегодня разобраться и принять меры. Иншая проблема выращается непосредственно подчас промой телефонной линии. До губернатора звертаются пенсионеры, які проживають у доме по улице Сухого. Тут ожитивлялась плановая замена лифтов. Работы были завершены некольки тыдня тому. Однако у одним из подъездов лифт так и не был запущен. С сегодняшнего дня Йон працуем. Все лифты прошли освидетельствование и запущены. По пятому подъезду была приостановка, так как были нюансы с приёмкой данного лифта. Замечания все были устранены. Госпромнадзором принят лифт, введён в эксплуатацию. Одразу три сворота от Жихаров агрогородка Красная Гомельского района. И кожные связаны с уборкой снега. Першим потелефоновал пенсионер, який поведомил, что коли трактор шести улицу, то шастка снега трапила подвороты. Убрать его самостоянно мужчина по стане здоровья не может. Очистили дорогу, и весь снег калитки приперли человеку. И он инвалид второй группы, ходит с тростью. Сегодня до обеда, чтобы снег был очищен от его калитки. Так само потелефоновала Жаншина з агрогородка Красная. Кажет, что коли сусед шести у снег, то певная шастка трапила на ее территорию. Мужчину в свою чаргу ніякой проблемы не бачить. Обязаю, что в ближайшие дни всё будет убрано. В ближайшее время, после выходных, думаю, пригоним технику, уберем этот снег. В связи с тем, что был снегопад большой, чистился снег, но немножко зашли на соседа. Яши одна мясовая жихарка хвалюется, что детям приходится исти у школу уздош трассы Деняма-Агороджи. Участок приблизно 70 метров. До того же Аншина отзначила, что после моцных опадков весь убранный снег был сгружен на дорожку. И школьникам приходится переодоливать высокий сугроб. Данная дорога была позавчера-вчера уже расчищена силами ДРСУ. Ну, как бы проблема такая сама иссякла. Женщины созвонились, она сказала, что эта проблема была при обильных снегопадах. Ну, скажем так, техника, да, в первоочередном порядке она расчищала дороги. Сейчас они активно проводят расчистку пешеходных дорожек. И, в принципе, всё идёт в плановом режиме. Что касаемо ограждения, про которое также сегодня был озвучен вопрос, то в текущем году планируется реконструкция этой дороги, её уширение, от поворота на Сельмаш до бывшей птицефабрики. И в рамках этой реконструкции будет установлено перильное ограждение, которое будет также препятствовать людям с пешеходной дорожки выходить на проезжую часть. Поэтому все эти работы на этот год запланированы и будут выполняться в третьем квартале. А жахару агроградка Яромина хвалюе якость пятной воды. Зусим недавно была побудована станция без железования, однако проблему гэта не вырошила. Як означает мясовая жахарка, нормальной воды хапая максимум на два тыдни, после чего знову присмак и пах железа. Звороты взяты на контроль губернатора. Самое популярное пытание подчас промой линии – будовництво парковки. Яго узнимали шесть человек. У доме по улице Воськина, 34, у Гомели, на 144 квадеры, только 50 парковочных мест. Автомобилями корыстаются многие. В первую чергу необходимо возить детей у школы и детячие садки. Треба разобраться, чему при будовництве дома не было продугледжено полновартостной парковки, означая Геннадь Соловей. Гучали подчас суботней линии и поддяки у адрес старшини Гомельского Абалвы Конкама. До прикладу жахар агрогородка Конкович и Петриковского района удяшны, что по его просьбе был зробленный припынок громадского транспорта. Гучали и пропановы. Жахар Хойников спадяется, что в ближайшей будущей знов почнуть работу громадские приемные. И они проходили в вечерний час, и тому корыстались великой популярностью сярод многих людей. У Вогули подчас промой телефонной линии потелефоновали больше за 40 человек. Дмитрий Котов, Валерия Гопанько, отеля радио «Компания Гомель». Особливости технологии выращивания молодняка реконструкция живелогадовщих помешканью, вакцинация и лечение буйной рогатой живелы. На базе предприемства у Мазырского района прошел семинар нарада по развитию галины живелогадовли. Наши корреспонденты разом с его удельниками побывали на молочно-товарных фермах. Под обязанностей в наступном репортаже. В зале Мазырского районного района отказано за сельскую господарку из всех регионов в области. Спочатку теоретичная частка важной личбы в основе планы. Летость с выше 77% воловой продукции сельской господарки района отримана в галине живелогадовли. Прирост в управлении с 2019 больше как на 5%. Флагман тут, зрозумело, Саугазкомбинат «Зара». Тут летость была выраблена 40% от всей сельгазпродукции района. Наприклад, надой молока на одну корову у год перевышал 10 тонн. Это удвоя больше, чем середний республиканский узровень. Лишь бы по районе амаль 7 тонн 800 килограммов. Это первый выник у Гомельской области и сёмый в Беларуси. Конечно же, производство молока – это наша основная доходная часть, как и Мозырского района для сельскохозяйственных организаций, так и в целом по области. Поэтому, конечно, это содержание, это кормление скота, это работать на результат, на продуктивность. От теории до практики. Едем на предприемство «Слободское имя Ленина». Тут працуют амаль три сотни человек. Середняя зарплата за минулый год – каля 1100 рублёв. На наших вачах в «Ветворач» кормить новонародженое теле про зонд, гэта робится только раз. Процедура малоприемная, але корыстная. Так иммуноглобулины трапляют у организма живёлы и забеспечивают ему левший иммунитет. Еще одна манипуляция, которую демонструете для удельников семинару – выпаивание коров пропиленом и тлумачить на то, что это робить. Сделается для того, чтобы, либо если мы сухое вещество задаем в корм, для избежания родильных порезов и гинекологических заболеваний, либо если появляются в стадии уже более заболевшие животные с эндометритами и задержанием последов, мы в течение 5-10 дней внутрь заливаем по литру. Цекало, что малыми укладаниями на предприемстве смогли забеспечить правильный догляд за живёлами. Усё скрупулезно проличено. У вынику, навод без улику держподтримки, рентабельность за 2020 год у Слободским имя Ленина склала 7%. Рогатый статок перевысил 6 тысяч голов. Летось он повелишился на 350, сё лето додаст я шекаля 300. Усё дякуюч ремонту живёлагодовчих помешканню. Кормовая база у нас своя, мы обеспечены двухгодовым запасом, у нас постоянно переходящая корма, поэтому какие-то потрясения в плане погоды особо на нас не влияют. Морозная зима проверяла натрывалась многие сферы. Сельская господарка так само по особных накерунках была под ударом. На некоторых сельгазпредприемства Гомельской области у морозы недостатково клопотились об телятах. Пришим часто размова шла об элементарном невыконании технологии. В Мозырский район приехали по поручению губернатора учиться. Первая наша задача была посмотреть, как работают с молодняком, как ведётся сохранность молодняка и соблюдается технология. Значит, напомнить, поучить, чтобы это люди наглядно посмотрели, потому что есть немножко проблема с этими. Вот давно уже пять лет не было такой зимы, значит, немножко морозы приударили и мы уже почувствовали немного больше проблем с падежом молодняка. На предприемстве экспериментальная база «Крыничная» до удельников семинара удалучился страшня гомельского облаконка Магинает Соловей. Губернатор еще раз нагадал, что Мозырский район – эталонный у сельской господарцы. На жаль, таки стан справа далёко не во всех регионах. Животноество на самом деле является проблемой, потому что нарученные технологии у земледелия, и в итоге мы, конечно, этих кормов качественных не получаем. Мы видим даже сегодня на предприятии, как уделяется внимание украинчной заготовки кормов. А это сегодня здоровье животных, в первую очередь. Поэтому и два года назад, буквально в 2018 году, в конце, мы показывали, как нужно выращивать молодняк. А проблемы, в первую очередь, с сохранностью молодняка, производственной дисциплиной, технологической дисциплиной, и факты, которые у нас есть, это и покрытие. Мы должны, в первую очередь, делиться искусственному семеню, поэтому мы далеко не надо куда ездить. Вот пример сегодня Мозырский район. Потому что сюда мы привезли всех наших руководителей и начальников управления. Меркованием об убаченном на Мозыршине поделился новый керавник Гомель Диашплем предприемства Алена Койпаш, якая только два тыдня займает эту посаду. У меня сложилось очень хорошее впечатление о том, что действительно есть резерв. И сегодня радует, что привезли в Мозырский район и показали не лучшее хозяйство, а середнячок. И я увидела отработанную технологию. Это очень хорошо. Значит, у Гомеля есть потенциал, есть куда развиваться. Есть люди, которые трудятся на благо области. Увидела сегодня животноводов, приданных делу, красоту, порядок на фермах. Технология очень хорошо соблюдается. И, наверное, это залог того, что молочко будет. А я еще подчас семинария и экскурсии по фермах учала, что при вызначении любых задач треба думать об работниках. Когда человеку обеспечить доброй зарплатой, то испытать его можно. У людей появляется мотивация добросумленно працовать. Далее, что у серега с организаций Мозыршины лето, средняя зарплата Амаль досягнула 1300 рублей. Все лето ей плануют повысить до полутора. Марина Северьянова, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель», Мозырский район. Свято снегу и здоровья. Коля тысячи жихаров Гомеля и в области проняли удел у Гомельской лыжни 2021. С поборницей сярот Аматору и забавляльная программа. Спортивное свято у першиню пройшло на трассе биатлонного комплекса «Сош» и отрымалося довольно масштабным. Подровязности долей. Працовать и отпочивать беспечно. Масштабная акция «Один и день беспеки» распочалась в Беларуси. На протягу 10 дней по всей краине будут проходить профилактические мероприемства и сустречи. Головная тема – как зарабить свое житие беспечным во всех сферах. В Гомельской области старт акции дали на Гомельской лыжни. Супрацовники областного управления МНС организовали для гостей спортивного свято, интерактивные пляцовки и выставу выратовальной техники. Гомельское областное управление совместно со всеми заинтересованными проводит единый день безопасности, который начался в нашей стране. И сегодня как раз тот самый первый день, когда все государственные органы управления всю информацию направляют для безопасности жизнедеятельности наших граждан, для того, чтобы еще раз повернуть людей к тому, как нужно безопасно себя вести в тех или иных чрезвычайных ситуациях. Конечно же, их не допускать. На передо дне областного этапа у каждого из районов прошли свои снежные святы. По словах организаторов, Гомельская лыжня все лет отбылась при любом надворье. На биатлонном комплексе СОЖ есть установки для вытворчести штучного снега. Однако зима порадовала, и умешательство человека при створении снежного покрова не спотребилось. До речи Гомельская лыжня у першиню проходит на специализованном спортивном объекте. Не выключено, что такая практика станет традицией. Люди, которые понимают в лыжах, понимают в гонках, они без ума вот именно от того качества, которое предоставляется здесь на этой трассе. Ну и, конечно же, я не видел здесь ни одного грустного лица. Все остались довольны, розовые, счастливые. А что нам еще нужно от праздника? На Гомельской лыжни споборничали працованные коллективы. Но в массовых заездах примали удел усе жадающие. Лепших вызначали у шести взрослых категориях. Дистанция от 500 до 2000 метров. По слову худельников, атмосфера спрыяла доброму настрою и высоким выникам. Трасса отличная, погода отличная. Замечательный праздник. В отличие от заречной зоны, здесь профессиональная укладка на трассу. Все подготовлено, все на высшем уровне. По выниках Гомельской лыжни будет сформирована сборная команда в области, яка отправится на республиканские лыжные аматорские споборничества, яки отбудутся у Саковику. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». До других тем. Два с половы годы колонии огульного режима. Столько отримал 21-годовый Жихар Гомеля, який подчас несанкционованного мероприемства спробовал перешкодить супрацовницей милиции фиксовать на виды день не протестующих. Здарение отбылось в листопаде минулого года. Молодый человек ударил женщину по правой руце и выбил мобильный телефон. Йон упал и разбился. Гомельчанин хотел сбежать, но его затримали и доставили в районный отдел внутренних справ. Напереды дни суд Центрального района «Гомеля» разглядит криминальную справу, узбудженную в относинах до хлопца. А кроме позбавления воли, обвинявшенный повинен выплатить потерпелой на грошовую компенсацию. Обращаясь ко всем гражданам, хотелось бы еще раз напомнить, что сотрудник органов внутренних дел, находясь при исполнении служебных обязанностей, является представителем власти и находится под особой защитой государства. Пандемия COVID-19 сдаёт позиции. Тенденция огульно-сусветная. В Беларуси у приватности на Гомельшине так само надзирается снижение захворывания на коронавирус. Установы охоты здоровья вертаются до планового приема панциентов, а вакцинация доказывает свою эффективность. Об этом и не только нашей сдымочной группе рассказал наместник начальника Головного управления ховы здоровья Гомельского облаконкама Михаил Змушко. По поводу ситуации с заболеваемостью COVID-19, то, что больницы, ранее перепрофилированные для лечения больных коронавирусом, возвращаются к прежней жизни, к плановому приему, о чем это говорит? О том, что пандемия идет на спад? Да, абсолютно верно. В Гомельской области пандемия идет на спад. Если взять нашу вторую волну, которая была в Гомельской области по инфекции COVID-19, пик второй волны у нас пришелся на 30-е, 11-е, 2020-е. В это время у нас было перепрофилировано 38% от коечного фонда с запасом. Запас коечного фонда у нас где-то составлял около 400-500 коек в сутки. То есть они были свободны даже при этом перепрофилировании. В настоящее время, на сегодня, у нас перепрофилировано под коечного фонда под оказание помощи пациентам с инфекцией COVID-19 – 17%. То есть это говорит о том, что у нас практически более чем 2 раза уменьшилось количество данных пациентов. В период пандемии на борьбу с коронавирусом, на реабилитацию больных были затрачены колоссальные средства. Удавалось ли в этот период развивать базу районных больниц, закупать медицинское оборудование для каких-то других направлений? Гомельским волосным исполнительным комитетом для оказания помощи пациентам с COVID-19 и профилактикой инфекции COVID-19 было выделено в 2020 году 106 миллионов белорусских рублей. Из этих 106 миллионов белорусских рублей было потрачено 85 миллионов белорусских рублей на выплаты заработной платы. 20 миллионов было потрачено на приобретение средств индивидуальной защиты, на произобретение ДЭС-средств, на приобретение кислорода. Из оставшихся денег 2,4 миллиона белорусских рублей были потрачены на укрепление материально-технической базы именно для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. Дополнительно, в 2020 году на укрепление материально-технической базы у нас постоянно проводится планомерная работа, было потрачено на ремонты, на, скажем так, реконструкцию, на строительство 38 миллионов рублей. Дополнительно было потрачено на приобретение медицинского оборудования 18,6 миллионов рублей. За 2020 год мы приобрели 12 автомобилей скорой медицинской помощи. И данная работа продолжена и в этом году. Благодаря Министерству здравоохранения Республики Беларусь в этом году Гомельская область уже получила 3 новых компьютерных томографа, которых мы планируем установить в Гомельскую городскую клиническую больницу номер 3, в Мозырскую городскую больницу и в Калинковскую ЦРБ. Дополнительно есть договоренность о поставке еще 3 новых компьютерных томографов в Гомельскую область. Поэтому работа продолжалась и в 2020 году, будет продолжаться и в 2021, и в дальнейшем. Михаил Николаевич, вы делали прививку? Да, я привился. Был одним из первых, кто привился в Гомельской области. В Гомельской области мы с января этого года начали кампанию по прививке. Мы получили в январе 4365 доз. В течение двух недель первый компонент данных доз был сделан. В основном мы прививали медицинских работников. Почему медицинских работников? Потому что они в первую очередь сталкиваются с пациентами с инфекцией COVID-19. И, к сожалению, те исследования, которые мы проводили, почему именно важна прививочная кампания? Потому что прививочная кампания, она единственная, которая дает максимальный наш шанс не заболеть. Потому что те исследования, которые мы проводили, у нас были пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией, но вместе с тем у них не было напряженного иммунитета. В среднем напряженный иммунитет пропадает через 3-6 месяцев от начала заболевания. Плюс вирус мутирует. Исходя из этого, каждый, кто заболел, к сожалению, может повторно заболеть через 3 месяца тем же самым вирусом или мутированным в более даже короткие сроки. Исходя из этого, только прививочная кампания максимально даст гарантии, чтобы ни пациенты, ни медицинские работники не заболели. Молодь повинна отказно ставиться до будавництва будущей страны. Такое меркование выказал дельник 6-го Усебелорусского народного схода, старший выкладчик ГДУ Мяфранциска Скарины Алексей Зайцев по час работы диалоговой пляцовки в НУ. На его думку, студентам и школьникам важно уметь анализовать ситуацию, находить правду и принимать правильные решения, которые не будут сопережить конструктивному будавництву страны. Плановать будущенью треба, заховывавши досягнение и не руйнувши тое, что уже есть. Кожен повинен усвядомить особистую отказность о огульной справе. После посещения Всебелорусского народного собрания пришел один тезис, это все-таки личная ответственность каждого. На все, именно на государство, на президента нельзя возложить, и это будет неправильным. Нельзя свести все вопросы и проблемы нашей страны только на одного человека. Это ответственность и проблема каждого из нас, и возможности решения ее исходят только из того, как мы будем дальше действовать, работать и трудиться на благо своей страны. Улику делегатов от университета на всенародном форуме была и студентка экономичного факультета Дарья Козлова. И она звернула увагу, что на сходе обмерковывали и молодежную политику. Например, пытание про доставление первого рабочего места молодым специалистам. На диалоговой пляцовце шла говорка и о патриотичном выховании молоди. Удельники дискуссии сошлись умеркование, что громадским организациям варто робить больше суместных проектов и расповедать об своих инициативах у социальных сетках и мессенджерах. КЛАСНЫЙ МИРОТВОРЦА КЛАСНЫЙ МИРОТВОРЦА СОБРАЛІСЯ ПЕДАГОГЮ, ЯКИЕ УПЕВНЕНЫ ЖИТЬЁ НАСТАВННИКА НЕ ОБМЯЖОВАЇЦА ТОЛЬКИ НАВУЧАЛЬНЫМ ПРАЦЕСАМ. АСАБЛІВА ГЭТА ТЫЧЫЦА КЛАСНЫХ КЕРАВННЯКОВ. ВЫХАВАВЧАЯ РАБОТА З ДЕЦМИ, ПАЧЕРЕНИЯ ИХ КРУГА ГЛЯДУ, ОРГАНІЗАЦИЯ ВОЛЬНОГА ЧАСУ, УСЮГЭТА МАЯ АСАБЛІВАЕ ЗНАЧЕННЯ У ДЕЙНОСТІ КЛАСНОГА НАСТАВННИКА. ДАРЫШИСЯ РОД ГАСТЕЙ МЕРОПРЫЕМСТВА, МОЛОДЫЕ ВЫКЛАДЩИКИ, ЯКИЕ ЗАЙМАЮЦЯ КЛАСНЫМ КЕРАВННИСТВАМ НЕ БОЛЬШЬ, ЯК ТРИ ГАДЫ, ЯК АЗНАЧАЮЦ КУРАТОРЫ АКЦИИ, ДЕЛЯ ТАГО, КАБ ДА ПАМАЦЩИ МОЛОДЇ НАБРАЦЯ В ОПЫТУ АТ СТАРЫЙШИХ КАЛЕГ. У ИХ САПРАВДЫ ЙОСТЬ ЧАМУ НАВУЧИТСЯ. КОЖНЫЙ НАСТАВННИК ПРЕЗЕНТАВАЛ ТУТ СВАИ ДОСЯГНЕННИ. МЕНЯ НАГРАЖДАЮТ В ОБЛАСТЬ ВОСПИТАННИЯ ДЕТЕЙ, РАБОТА С ОБЩЕСТВАННОСТЮ, С РОДІТЕЛЯМИ. И ГЛАВНОЕ ТО, ЧТО В МОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ГРАДАНСКОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАННИЯ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЮСЬ НА ПРАТИЖЕННИЕ ВУЖЕ МНОКИХ ЛЕТ. МЫ УЧАСТВАННИЕ В ВОЕННОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ГЕРОЗОРНИЦА, В РЕСПУБЛИКАНСКИХ АКЦИЯХ. САМАЕ ГЛАВНОЕ – ЭТО ВОСПИТАННЯ, ПАТРИОТА, ЧУСТУ ЛЮБЮ К РОДІНИ, УВАЖЕНИЯ. У БЕЛАРУССКАГО ФОНДУ МИРУ И ПІДАГОГАВ АГУЛЬНЫЕ МЫТЫ, ВЫХОВАНИ ДЯТЕЙ И МОЛАДІ, ПАВЫШЕННЯ СТАТУСУ И ПРЕСТЫЖУ ПРАФЕСИИ НАСТАВННИКА. БЫТЬ ПАТРИОТАМ, ПРАЦАВИТЫМ ЧЕЛАВЕКАМ – НЕАБХОДНАСТЬ. ГЭТА ОЗНАШАЦІЦЕ У ТЫМ ЛІКУ НА ВЫШЕЙШИМ ДЯРЖАВНЫМ УЗРОВНІМ. ПРЕЗИДЕНТОМ НАШЕЙ СТРАНЫ, АЛЕКСАНДРАМ ГРИГОРЮЩЕМ ЛУКАШЕНКО, НА ШЕСТОМ ВСЕБЕЛАРУССКОМ НАРОДНЫМ САБРАНІЕ БЫЛА ОТМЕЧЕНА АСНАВНАЯ ЗАДАЧА СИСТЕМЫ ОБРАЗАВАНИЯ. ЭТО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНИНА НАШЕЙ СТРАНЫ. МНЕ ХОЧЕТСЯ ОТМЕТИТЬ, ЧТО КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА, КОТОРЫЙ БУДЕТ НЕ ТОЛЬКО ЛЮБИТЬ СВОЮ СТРАНУ, НО ЕЩЁ И СОЗИДАТЬ САМАЕ ЛУЧШЕЕ В НЕЙ И СОХРАНЯТЬ ТО, ЧТО БЫЛО СОЗНАНО НА ПРОТЯЖЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ. Гомельское областное отделение Белорусского фонда МИРУ запустило акцию «КЛАССНЫЙ КЕРОВНИК, ЛЕПШИЙ МИРОТВОРЦА. СЕЛИТА У СТУДЗИНИ». Организаторы плануют протягивать ее в инших районах в области. Миколай Скинтиян, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, Телерадио Компания Гомель. Гэта иншин новинная информация о проектах Телерадо Компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tevergomel.by. На этом выпуск завершено. Усяго доброго и до встречи в эфире.